Это становится модным, говорят организаторы акций по раздельному сбору мусора. Она проходит в Хабаровске раз в месяц и, по словам волонтеров, количество людей, готовых сортировать свои отходы, все время увеличивается. В этот раз в акции приняло участие более 400 человек. Наталья Приходько оценила, как хабаровчане входят во вкус и узнала, где хранятся коробки для разного мусора. Мы идем на акцию раздельного сбора мусора. Ее организовали волонтеры во дворе одного из домов на Калинино. Со стороны вообще непонятно, что за движуха, возле гаражей с огромными мешками. А потом, когда подходишь ближе, присматриваешься, есть сбор чего? Макулатуры, пластика, жестяных банок, стекла, даже батареек и аккумуляторов. Различные электроники. Людей очень-очень много. Здравствуйте, что принесли? Все, всего по чуть-чуть. Расскажите. Ну, жесть, отдельно расфасовали, макулатуру сдали, бутылок очень много принесли, крыши. Ранное, конечно, ощущение заглядывать людям в мешки. Мусорные пакеты. Вы посмотрите, сколько стекла принесли. А как же засолить дома? Ой, смотрите, или выкидывать это вот, это жалко. А так, это... А так огурчики с помидорчиками. Ну, огурчики с помидорчиками будут, баночки еще. Привет, привет. Какими судьбами? Сдаем макулатурки немного. Ну, все, что накопилось. Горшочки-то что? Ну, может быть, цветы еще посадить можно? Это 0,5. Пятерочка сегодня принимают. Мы в другие посадим. А пластик сдадим. Почему участвуете? По велению души? Да, как-то... Ну, если не мы, то, значит, вообще никто не пойдет. Мы пойдем, другие пойдут, друзья придут. Друзья друзей придут, мама друзей друзей придет. Потом их там шурим, все остальные. Вот это все будет гнить в земле, либо оно переработается. Есть разница? Нет, главное начать, а потом войдешь во вкус, и вообще все пойдет прям... Да, главное осознавать, что ты делаешь хорошее дело для своей планеты. Мы, не задумываясь, выкидываем вот такие жестяные банки на помойку. Оттуда они попадают на свалку, и там уже, разлагаясь и окисляясь, проникают в почву. А между тем, это самая перерабатываемая тара во всем мире, но, к сожалению, пока не в России. Все сюда потом, да, собирается волонтерами? Давайте разъясним, куда потом все это девается. Все сырье идет на переработку. У нас в Хабаровске, ну, кроме батареек. Кстати, о батарейках. Я... Сюда люди, правда, мешками несут, а у меня всего 4 батарейки. Вот принесли мы батарейки на сортировку. Что с ними дальше происходит? Куда они попадают? Вы знаете, с батарейками, наконец-то мы решили вопрос, да, то есть завод в Челябинске. Мы буквально две недели назад отправили первую партию, это практически 600 килограмм. Какая вторая жизнь-то у батареек? Вторая жизнь – это создание новых батареек. Частично пускают на переработку на другие компоненты. Какая прикольная тара для батареек. Вот. Помогла природе. Я так понимаю, что все это в основном силами энтузиастов, таких как вы. Да, да, это полностью энтузиасты делают. Получается, что дома нужно содержать несколько коробок, да, для стекла, макулатуры. Да, да, так и есть. Появляется как раз такая история, как осознанное потребление. То есть вы начинаете понимать, что вы будете покупать, а что вы не будете покупать. То есть сортировка отходов начинается в магазине. Ну и это просто понимание того, что мы едим, потому что часто некоторые продукты питания в такое упакованы, что лучше это не есть. Ноутбук выкинули. Да, сегодня… Вообще не жалко. Уникальная акция, да. Мы сегодня вот впервые мы принимаем электронный лом. Вы проверили, он работает. Я не знаю, конечно, мы уточним это. Но опасность, которую сегодня представляет этот вид отходов, она, конечно, недооценена. У всех. У нас дома есть пакет с пакетами. Мы начали понимать, зачем хабаровчанам нужны балконы. Вот сейчас… Нет для велосипедов. Нет для велосипедов. Они нужны для того, чтобы накапливать в них раздельно собираемые компоненты, приносить их на акцию. И мы уверены, уважаемые жители города Хабаровска и Хабаровского края, скоро в каждом дворе появятся контейнеры, куда вы сможете принести свои… Пакеты с пакетами. Пакеты с пакетами, пакеты с бутылками, пакеты с батарейками. Мы открываем сегодня по городу три приемных пункта стационарных. Разрабатываем целый план того, как раздельный сбор войдет сегодня и в школы, и в наши дворы, и на предприятия и организации. Наталья Приходько, Павел Павлов. Большой город лайф.